Да, обыграв Михаэль Фабри, скорее Майкл Фабри, и он сейчас дает стартовый. За ним очень пристально следит Бавария. Удар поворотом, и еще один удар поворотом. 1-0 должно быть, но как-то... Эддино Джеко. Вот только что буквально мне наш коллега Ленин Керимов рассказал очень интересную историю. Очень активно участвовал в атаке и сделал первый пас туда вглубь штрафной площади. Во-вторых, как-то странно ударил по мячу Пеллегрини. Ну и Александр Каларов, который, кстати, недавно забился совершенно помощником главного арбитра, делает передачу в штрафную площадь, не очень аккуратно его партнер принял мяч, но Бензимас сам бьет. И здесь еще один удар, и снова... Дальний игрок может быть и в правильном положении вне игры, которая здесь на самом деле... Болезнь только теперь уже Реала. 0-0, но за три минуты два очень неплохих эпизода. И здесь в любом случае... Пошедший момент, но и снова, как и в ситуации с Пеллегрини, в положении вне игры угодил... Привод на левый фланг, Перотти под правую мяч убирает и подает штрафную очень высоко. Первый же пас вперед, оказывается, перехвачен. Ну а навес вышел неудачно. Всю штраф передачами пока, и вот Перотти смещается в середину, а пас идет направо, удар по воротам и перекладина. Вот еще один мальчик. В Ливерпуль в Роме нет равноценного голкипера и удар от ворот. Зинединзида... Ну просто чуть-чуть не повезло. Нет, это Джеку отдавал пас. Это Джеку отдавал пас, а Перотти был штрафной в районе 11 минут. Повтор, ну, во-первых, здесь ушел сразу от двоих. Дальше этот проникающий пас. Действительно, Перотти, оказавшись на позиции центрального полузащитника, Великолепный играет ногами. Прострел тем временем. Перотти скидывает удары на месте. Тибо Куртуан. Классная комбинация. Чингис Индер. Снова Карвахалин. Вот он уже поиграл в Бундеслиге. С него хватит. Маурисио Почеттино был командой, которая очень много пропускала. Командой, которая почти не умела играть в оба... Да, это он, бразильский защитник Ромы, здесь атаковал. Именно от Начо только что Индер убегал по правому флангу. А теперь Эден Азар, который пока никак в себя не играл целых 7 матчей. И, собственно, после одного сезона уехал обратно. И в штрафную пошла передача. Но там один только Джеку. А вот подбор опять за Ромой. Какой удар! Класс! Уровненно был и матч против мадридского Атлетико. Перед которым он сказал, что теперь понятно, кто галкипер номер один. И там он про Куртуан, который выступил в своей манере. Я имею в виду в этой ситуации, потому что он галкипер хочет вступить в игру. Тибо Куртуан. Если брать в расчеты контрольные встречи, поражение от Атлетико получил. Ну, сразу же после этого заявления. Расслабился. Вперёг. В свободную зону, кстати говоря. Опорники не среагировали. Дальний удар. Рядом. Потому что у Кармахали хороший... У Казимира хороший удар. Сыграно. Но, тем не менее. Монеты набираются потихонечку, да. Они, может быть... На финале лиги чемпионов забил. С глубины у Модрича получился. Марсело в штрафной площади. Убирает и бьёт. Поворотом 1-0. Вот так легко расправились сейчас с Александром Флоренци. Что даже... Невозможно поверить, что это один из капитанов Ромы. Но вот капитан Реала. Да, Марсело сделал всё, чтобы в этом матче опасные моменты превратились в забитые мячи. Причём довольно красивые. Но пас Модрича из глубины, это, конечно, потрясающе. Кстати, в этой схеме с тремя центральными... С тремя центральными защитниками и тремя центральными полузащитниками. И у Модрича, да, более свободная роль. Он понимает, что помимо Казимира там ещё и Валь... Снова поперёк. Но неплохо в опорную зону. Правда, здесь какой жёсткий стыл. И какой... Даже жёсткий. Но вот здесь досталось Казимиру. И крик Казимиру мы с вами услышали. Хотя он сам может сыграть Рома. ...замены. Кажется, Казимиру просто-напросто нет. Казимиру, потому что это горит Бейл, а это Тони Кросс, действительно. Но понятно, что немец не так умеет играть. За неё он врезался очень грубо. В опорную полузащитника Мадридского Реал. Несмотря на то, что пара довольно жёстких стыков была, арбитр не применял, пойдёт в Лигу Чемпионов, вот тогда он, скорее всего, перейдёт в Реал. Атака Ромы, удар поворотом и снова Куртуар. Говорили только что о том, как устроена трансферная политика Реала, а вот у Ромы с этим проблемы уже года три. И они здорово здесь Дзаньола, оказавшись на фланге, уходят в центр. И Индер своевременную передачу отдал позицию в одно касание Билл Эвен. Стен Эриксон, вариант для усиления средней линии у мадридского Реала, но, согласись, тоже не опорный полузащитник. Тоже не с этим поделать, потому что Байчестер Риолетт настолько же нуждался сам в этом футболисте, тем более, как мы видим эту позицию. Но Реал настолько хотел купить Погба, что... И вообще... Погалось снова на Флоренце, подача выпрыгивает, и Флоренце, и Пероти, и мяч стянул фланг, снова он один. Против него Карвахаль, подача, и там был небольшой рикошет, который не совсем на джеку, и там Реал выигрывает вверх. Так поджало Ромы довольно серьёзно, короли плохих, вроде бы стоящих, о которых много... Но всё закончилось тем, что Эда Назар пришёл помогать на свою половину поля, получил удар по на... Малышки Ромы закатывали глаза, там даже гифка есть специальная в Твиттере, под такие трансферы. Это были действительно серьёзные приобретения, Рома становился чемпионом Италии с Фабио Капелло. Рома была довольна, как устроена трансферная политика клуба, и если... Отправился легендарный для Ромы футболист. Удар по воротам. Критикуемый нападающий мадридского Реала. До этого на себя, внимание, это Карим Бензиман. Мне нравился болельщикам Реала, потому что создавали для него многое, а забивалось. В конце концов перейти в команду, какую сам захочешь. В данном случае это было... К игрокам Ромы, и дальше опять Индер пытается воспользоваться свободой на правом фланге. Бьёт по... Долго развиваются события. Там Марсел... Это Начо. Автор одного из самых красивых канатов мира. Глеб против Португалии. Подача. Джеку не выпрыгивает, потому что есть другой футболист, который прыгает. Тибо Куртуа, на всех случаях вытянувшись в струнку, бросился в угол. Хотя, полагаем, он видел, что мяч летит мимо. Да, и даже убирал руку. Означает арбитр. Видимо, рассказывает товарищам, почему именно он хочет идти в угол. Пауза здесь нужна, потому что жарковато в Риме. Плюс 31 град. Проходится практически на границе с Бельгией. Например, бывший капитан Гладбаха Филд Дэмс жил у себя дома. И, по сути, и не играл, да? Он всё-таки по другим странам поедет. Да, здесь положение вне игры. Ух, да. Тренировки и игры. Ну, ты уже говорил о том, что... И врывается в штрафную передачу. Отличная. Надо забивать 1-1. Прекрасный пас. Прекрасный пас. И паузу выдержал. Здорово занял. Он видел бегущего из глубины партнёра. И так на широком шаге, подстроившись под мяч, аккуратно катнул. Не только мимо ближнего защитника, но и дальнего. Всё было рассчитано идеально. Браво занял. Кстати, именно его показывают, как автора гола, как будто бы, на самом деле, его пас был шикарный. Но предыдущий опасный момент, по сути дела, возник после того, как заняло на левом фланге. Очень активно себя проявил. А здесь он вместо Индера, по сути, оказался. Начи здесь убегал. Рома здорово отбирает мяч на чужой половине поля. Джеку. Удар поворотом. Рядом со штангой мяч пролетает. Было бы попробовать отдать передачу. Справа Индер открывался. Сфиксировал фолл-арбитр. Да, и направо, и налево. Но дотянулся бы он до этого мяча, это ещё вопрос. Если бы тот летел в створ. Это Ондер готовит удар. И он действительно бьёт. Марселло помогает. Шов прессинг Рома бросается. И продолжает эту атаку в результате. Пробить, но он всё-таки нашёл эту возможность. И мяч, да, рикошетом от Начо. Вот там готов себя проявить. Прострел на Бензиман. Но... Нет. Мяч до француза. Второго нападающего рядом с высоким мощным центром. Главное, это Назар. Как-то вот не вписан он в добру мадридского Реала. Пока, по крайней мере, в этой встрече. Которая, кстати, берёт на себе в том числе и обязанности Азара. Подача, удар и гол. Вот так играет Казимира, оказывается, головой. По сути, это месть за тот жёсткий подкат Заньёва. Да ещё и гол следом забил 22-й номер Ромы. А это 14-й Реала. 2-1. Зверители свистят. И... Оказывается, не только дальние удары, да, есть и жёсткий отбор у Казимира, но ещё и удар головой. И посмотри, как идеально расположился. Пришлось бежать Каларову за игроком, которого он даже не видел. Идеальное расположение по позиции. И нападающий Заньёва меняет фланги. Регулярно Джека. Удар, гол. Ух ты! 2-2. Вот это игра. Да, Рома тут же отвечает. За минуту буквально снова сравнивая счёт. Но, может быть, чуть больше времени прошло. Но не принципиально. И Джеку, конечно, показывают свои самые сильные качества. Он очень работоспособный форвард. И может на фланги уходить. И быть там крайне полезен. Но, в первую очередь, он игрок штрафной. И вот так вот попробую его остановить. Тут пас, конечно, очень хороший. Вот здесь осады точно не было. В контрольных матчах, как правило, да, компенсированного времени много не бывает. Удар поворотом. Самый был из-за предела штрафной. Опасно. Но мимо второй головой. После стандарта. И игрок мадридского ряда сегодня Казимир. Это и уж третий удар поворотом соперника. Причём... Село, поддача. Удар Казимира головой. И мимо. Да, но вот здесь не встретился. И здесь ему просто чуть-чуть не повезло. Но, опять же, отметим, что он снова в штрафной. Выпрыгивает удачнее.